Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Наталья Зайцева. И мы с вами поговорим сегодня о самых щепетильных темах в экстрасенсорике. О представлениях, о мифах, о шаблонах. Для чего они нужны, зачем они нужны и как их развенчивать. Предлагаю начать с того, что мы для начала просто прогуглим образ экстрасенса. Что это такое? Образ экстрасенса. Картинки. И смотри, господа, смотрите. Вот этот ужас. Вот этот ужас. Ну, наверное, самая веселая и самая наиболее точно отражающая это вот эта картинка. Все остальное – это представления людей о том, кто же такой экстрасенс. Вот об этих представлениях мы сегодня и будем говорить. Сегодня я предложу вам просто задуматься на одну из тем, какой образ у нас сегодня существует в голове по поводу экстрасенса, ведьмы, колдуна, по поводу человека, который оказывает какие-то магические экстрасенсорные услуги. Заметьте, вот все эти слова, которые я вместе объединила, они совершенно разные, и не каждый имеет свою суть. Но почему-то, когда мы говорим об экстрасенсорных темах, мы их объединяем в одну кучу, хотя суть здесь совершенно разная. И представления, которые есть в нашем обществе об экстрасенсорике, они в своем большинстве сформированы чем? Телевидением, телеканал «Мир», СТВ, РНТВ, ну и плюс наша любимая битва экстрасенсов, которая создала какой-то магический образ психопата, который обязательно должен быть жутко разрисован косметикой, который обязательно должен быть в каких-то черных мистических тонах, говорить какие-то странности или глупости и иметь определенные психические расстройства. То есть он обязательно должен быть ударен молнией или попасть под разряд электрического тока и так далее. Либо же у него эти способности должны были быть переданы по наследству. То есть вот этот вот образ, он вообще никоим образом не соответствует действительности. То есть если брать в жизни экстрасенса, то он совсем не такой. Он совершенно не такой. Экстрасенс – это человек с развитой чувствительностью. Один из каналов восприятия, либо все каналы восприятия – это визуальный, аудиальный, вкус, тактильный, запах, ну и плюс вестибулярный аппарат, как шестой канал у нас. Один из каналов у человека выдает ему в мозг больше информации, чем среднестатистическому человеку. И эта информация достаточно объективна, так что он ее может использовать в жизни. Вот если брать суть экстрасенса, то это человек с развитым, сверхчувственным восприятием. Смотрите, никакого отношения к ударам молнии или электрического тока это не имеет. Может, конечно, в результате какой-то психотравмы у человека включится какая-то особенность восприятия. Такое может быть, но это уже психотравма, и рассматривать это как гуру, как человека, который может этому научить, это по крайней мере нелогично. Образ, миф, когда человек сегодня модно называет себя магом, ведьмой, колдуном, и говорит о том, что свои способности он получил по наследству. Ему они переданы бабушкой, прабабушкой, что он в седьмом колене является магом, колдуном, либо ведьмой. Я хочу внести ясность немножко в эти темы, чтобы люди, которые все-таки интересуются этим, могли эту информацию учитывать. Она полностью, если вот то, что я говорила до этого момента, это информация, проверяемая научным способом, ну, шире спектр восприятия и шире, да, это можно как-то зафиксировать, то все, что я буду говорить вот с этого момента, это лежит в рамках, скажем так, антинаучных вещей, представлений. Это описано в эзотерической литературе, но взять это дело и проверить там приборным путем и так далее уже невозможно. Хотите, пользуйтесь, хотите, не пользуйтесь. Это антинаучная информация, и тот, кто хочет экстрасенсорику рассматривать только в научном ключе, и субъективное восприятие человека только в научном ключе, вот с этого момента может нажать кнопочку паузы и выключить дальнейшее видео. Для тех, кому интересна суть, что же происходит с человеком, получившему дар по наследству, либо от бабушки, либо, либо можете дослушать это видео до конца. Итак, здесь тоже есть своя структура, и эта структура весьма интересна, и она тоже не соответствует представлениям нашего общества. Смотрите, есть люди, колдуны, ведьмы, маги, как бы они себя ни называли, те, которые получили некоторые знания, сущность, да, и она передается из рода в род, из инкарнации в инкарнацию с ними. Ну, в простонародье их называют, если брать колдунов, то их называют, например, тип колдунов-веретенники. Они имеют определенный контракт на уровне бессознательного с какой-то сущностью, и эта сущность включается у них и помогает им делать какие-то дела в этой жизни, материально проявленные реальности на результат. Чаще, конечно, это негативные дела, но какая разница? Эта сущность у них идет из инкарнации в инкарнацию, в этом суть. То есть их душа не свободна, всегда у них в теле живет два сознания. Одно сознание принадлежит душе, человеку, другое сознание принадлежит некой сущности, которая со временем, любое сознание, которое дополнительно есть в теле, со временем будет требовать своего физического проявления. И это проявление сперва начинается с дел, то есть достигая определенного возраста, такие люди не могут не делать гадости другим людям, либо же совершать определенные ритуальные действия, которые они не осознают, но у них есть внутренняя потребность в этом. Потому что эта суть, это сознание, дополнительное к душе, оно начинает проявляться таким образом. И они, ну, хочешь не хочешь, они будут делать какие-то гадкие вещи. В старину в деревнях такие люди были, и они, как правило, очень тяжело умирали, потому что любое сознание, требуя физического проявления сперва в действиях, потом оно будет требовать для себя отдельного физического проявления в теле. А это, как правило, новообразование, это, как правило, онкология. И тяжесть заболевания, тяжесть ухода из жизни. Эти люди уходили тяжело, у них там разбирали крыши над ними и так далее, и так далее. На эту тему в славянстве можете много чего почитать. Но это, как правило, люди, они говорили, что они заключили контракт с дьяволом, продали свою душу дьяволу. И вот они с инкарнацией, инкарнацией, меняя даже пол, либо-либо-либо, они все равно остаются с этим контрактом. Как помочь человеку, который осознает, что вот в этой жизни он веретенник, и он не знает, как избавиться от этого, грубо говоря, контракта с этой сущностью. Просто смерть не помогает в данном случае, смена тела. Либо этот контракт должен быть завершен, то есть было какое-то условие, на котором он был заключен. Либо этот контракт может быть расторгнут. Расторгнут такой контракт могут люди, действительно очень сильные и знающие. Это люди, которые могут выходить на уровень работы с бессознательным, когда они могут растождествляться, отказываться от своей личности, от своих личностных качеств. И тогда они могут работать с определенными программами, которые есть в бессознательном, которые не относятся к их личностным программам. Звучит, конечно, страшно, жутко. Людей, которые могут работать на таком уровне сознания, крайне мало. И, как правило, это люди гармоничные, и им абсолютно не надо спасать весь мир и кому-то помогать. Найти их очень сложно. Эти люди не пойдут на битву экстрасенсов, не будут одевать на себя какие-то чучундры, изображать из себя психопатов ради того, чтобы создать шоу и набрать себе рейтинг. У них и так все хорошо. Поэтому, если у вас удается в жизни отыскать такого человека, то считайте, вам повезло, это очень здорово. Далее, есть другой тип колдунов, ведьм и так далее. Это люди, которые называются... Один из типов названия, который существует в этих слоях, это хладники. Я беру черную часть. Точно такие же аналоги есть названия в белой части. Это не имеет значения, на самом деле. Все это едино по сути своей. Это люди, которые получили дар от бабушки умирающей. Например, она призвала к себе внучку или внука и сказала, вот у меня есть такие способности, я тебе их передаю, и ты их дальше понесешь. И вот эта сущность, которая была в бабушке, в это время перед смертью бабушки, переходит в этого товарища. Это на одну жизнь. Перед смертью он должен будет точно так же передать ее кому-то. О, моя кошечка. Любит такие темы. И вот когда эта бабушка, эта суть приходит, передается внуку, потомку, либо знакомому, близкому, бабушка с облегчением уходит, то есть она значительно легче умирает. Если вот эта суть не передана, то обычно смерть достаточно тяжелая, потому что все равно эта сущность, это сознание требует дальнейшего развития, и дальнейшей инкарнации в этой материальной реальности. Точно так же она активизируется где-то с момента, когда человек достигает определенного возрастного порога после передачи. Точно так же, как новое сознание, оно требует, как правило, новых проявлений в материальной реальности в виде действий. То есть человек должен работать по тому, что может и дает это сознание. И точно так же оно может вести к образованию новых клеточных структур в физическом теле. Это тоже надо понимать, потому что любое сознание требует физического проявления в материальной реальности. Это второй вид колдунов, магов. Есть еще третий вид, это люди более осознанные. Вот эти первые два вида я вообще отношу к людям с крайне узким сознанием. Они получили не собственное сознание, расширили, развили, они получили дополнительную сущность. Я их отношу вообще к разряду ремесленников или фельдшеров. Это люди, которые вообще, у них нету знаний. У них есть возможность поделиться своим физическим телом. То есть своя душа настолько слаба, что ей надо дополнительно какое-то усиление для того, чтобы совершать какие-то действия. Есть иной тип колдунов. Это уже ближе к магии. Они называются двуручниками. Они могут заниматься и черной магией, и белой магией, неважно. Во всяком случае, у них уже достаточно сильно развито сознание. Они уже могут осознавать, что они творят в этом мире, делать какие-то вещи осознанно. Они уже могут взаимодействовать и работать с разных состояний. Как с низкочастотных состояний, так с более высокочастотных состояний. То есть уровень знаний какой-то у них уже есть, и они уже не нуждаются в дополнительной сущности. Таких людей тоже уже немного, потому что они уже достигли определенного уровня развития, не понимают, что они делают. Но, скажем так, их уровень уже предполагает некое средне-техническое образование для того, чтобы проявляться в этом мире. Есть еще более высокий уровень – это маги. Это люди, которые могут действительно работать с сознанием, действительно выходить на определенные уровни работы и так далее. Но вот эти люди уже совсем не пиарятся. Вот эти люди, они, как правило, находятся в тени. Просто у них все есть. Поэтому, когда, господа, в следующий раз очередной маг, колдунья, экстрасенс, еще кто-то, кто соберется пропиариться в интернете, вы просто учитывайте эту информацию. Потому что, когда известная ведьма пиарится, что она в седьмом колене имеет предков, которые тоже были ведьмами, и ей это передала бабушка, либо точно так же действует колдун и экстрасенс. Ну, слушайте, фельдшер, он и в Африке фельдшер. Вы хотя бы образование получите для того, чтобы как-то позиционироваться в этих слоях тоже. Я понимаю, что немногие в обществе этой информацией владеют. И большинство зевак, они просто побегут обнулять карму. Прекрасная фишка для развода. Потому что причинно-следственную связь обнулить не может никто. Ее может обнулить только сам человек, достигнув определенного уровня осознанности. И то речь идет о каждой связи в отдельности. Но никак, ни скопом, ни... Ну, что такое обнуление? Это полностью перекрывание формирования реальности. Это невозможно. Ну, это надо соображать, как это все происходит. Какой-то принцип действия, принцип устройства, как этот механизм работает, должен же быть как-то в башке у человека, чтобы он понимал, на что он подписывается при работе с теми или иными экстрасенсами. И я предлагаю все-таки людям задумываться, включать мозг и обладать определенной долей критического восприятия. Неважно, владеет он темой или не владеет он темой. Есть общие вещи, когда надо просто критично взглянуть на них и сказать, вот этот человек болен, вот этот человек здоров, к этому пойду, к этому не пойду, этот мне поможет, этот не поможет. Потому что, потому что очень многие вещи в экстрасенсорике могут быть небезопасны. Небезопасны не потому, что вас отведут к там, к тайному дьяволу, еще к кому-то. Это глупости. Они могут быть небезопасны, потому что экстрасенсорика сегодня в нашем обществе настолько попрана, настолько ее задвинули в разряд какой-то мистики и сделали запретной на уровне государств, что она стала интересной и доступной для криминала. Вот в этом плане она может быть небезопасной. То есть вы попадаете не к экстрасенсу, а к представителю криминальных структур. И, пожалуйста, перед тем, как куда-то попасть, вы думайте, смотрите, наблюдайте, изучайте, и только тогда делайте шаг. Настоящий экстрасенс криминал не имеет никакого отношения. Не надо эти вещи путать. Но любые табу и запреты на работу, любые созданные дурацкие образы психопатов, они служат не людям с нормальной психикой и с нормальными убеждениями. Они служат криминалу. Они служат определенным структурам, потому что, создав один раз и распиарив образ гуру, его можно как минимум посадить в тарантас и провести по всей стране, собирая залы, зевак, которые будут за это платить. И это достаточно приличный оборот. Я сказала всего лишь один вариант бизнеса. На самом деле этих бизнесов много, и сегодня все больше появляется материалов на тему криминала, потому что там, где есть запрет, запрет на экстрасенсорику, там будет криминал. И образы, дурацкие образы, созданные в обществе, этому помогают. Пожалуйста, смотрите, изучайте, читайте. Тем много. Экстрасенсорика – это всего лишь развитие сверхчувственного восприятия. Не более и не менее. Она не имеет отношения к криминалу, к разводу и так далее. Качественный психолог, который может чувствовать и слышать вас значительно глубже и внимательнее, куда приоритетнее, чем просто человек, который в лучшем случае способен помолчать, изображая из себя психолога или психотерапевта. Качественный врач с экстрасенсорными способностями может значительно быстрее и качественнее поставить диагноз, нежели врач, который просто начитался учебников и не чувствует своего клиента-пациента. Экстрасенсорное восприятие сегодня как никогда необходимо при работе с информацией, потому что просто взять и отгуглить, отфильтровать информацию, у вас вылетают тысячи постов, как найти тот нужный за короткий промежуток времени, за 3 минуты, за 5 минут, чтобы точно попасть в цель, как и вот здесь хороши и психотехники, и экстрасенсорное восприятие. Хотите вы или не хотите, а к себе приходить когда-то придется. Вся экстрасенсорика лежит внутри человека, не снаружи, а в нем. Это его субъективный мир, это мир его психики. И его так или иначе когда-то надо начинать изучать. Удачи вам на этом пути. С вами была я, Наталья Зайцева. И сегодня программа была посвящена магам, колдунам, ведьмам, фельдшерам и ремесленникам. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok